Чикаго Рива Чикаго Рива Вот, ну а еще эта река знаменита тем, что ее окрашивают ежегодно в зеленый цвет, в яркий зеленый цвет, и мы уже снимали об этом два сюжета, это происходит на 10-го Патрика, если вы еще не смотрели, обязательно посмотрите, это интересный праздник, это на самом деле столица этого орландского праздника, она в Чикаго как раз таки находится. Еще, чем знаменита эта река своими мостами, их в Чикаго более 30, все они разводные, но разводятся они в определенное время, не как в Питере, то есть не постоянно там можно наблюдать, как они поднимаются, либо закрываются. Они разводятся, по-моему, рано утром в среду и рано утром в субботу, в принципе, можно всегда расписание найти в интернете, и те, кому уже нужно отправиться через реку Чикаго в Миссисипи попасть, то есть они подстраиваются под это расписание, а еще вы не только можете посмотреть со стороны, как разводятся мосты, но и попасть внутрь, и увидеть механизмы, которыми разводятся эти мосты. И все это благодаря музею, который расположился у подножия моста Мичигана, Винью Бридж, он еще называется сегодня Ду Сабль Бридж, в честь первого резидента Чикаго, Жона Батиста Ду Сабля, и этот музей по воскресеньям бесплатен. И мы очень рекомендуем туда сходить, он находится в одной из башенок этого моста, то есть, наверное, когда, если вы здесь когда-нибудь бывали, либо живете, либо когда-нибудь приедете, вы увидите вот эти вот башенки, которые стоят по периметру моста, и кажется, ну, туда, наверное, никто не заходит, зачем эти башенки? Нет, там есть музей в одной из этих башенок, и вы можете подняться по воскресеньям бесплатно абсолютно на эту башенку и посмотреть сверху на виды на реку, на Мичигана Винью, которая, она же Магнифисент Майл, великолепная миля Чикаго. Магнифисент Майл Магнифисент Майл Спонсирует вот это вот мероприятие бесплатное, архитектурные туры, которые называются Венделла, и это, на самом деле, наш любимый поставщик архитектурных туров по реке и по озеру. Мы пробовали просто их туры, и они, на самом деле, очень доступно, весело рассказывают об архитектурных достопримечательностях вокруг реки. Плюс у них есть предложение, которое у вас за 30 долларов повозит и по реке, и по озеру за 90 минут, и вы насладитесь такими чудесными видами на город Чикаго, которые просто захватывают дыхание. Да, очень много интересных зданий вокруг Чикаго, Ривер находится, многие из них были построены в 20-е годы, какие-то в конце 50-х лет, многие строятся по сегодняшний день. Во время архитектурного тура вы увидите такие интересные здания Чикаго, как Ригли Билдинг, здание юбелиров, старая лондонская биржа, Трамп-отель, кукурузки, они же Марина Сити официально называются, головной офис компании Боинг, небоскреб Уилли Ставер, стане Чикагской оперы и много-много-много других, просто сейчас перечислить все даже не удастся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Друзья наши, спасибо вам огромное, что продолжаете следить за нашими сюжетами Оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал Мы всегда будем рады с вами делиться и дальше нашими роликами Всего вам самого доброго, с вами была Аня, gochikaga.ru Пока-пока!